Новосибирская область в числе лидеров по России по числу ВИЧ-инфицированных, причем это далеко не только болезнь молодых и страдающих наркоманий. По словам врачей, в последние лет пять этой напастью страдают вполне состоявшиеся люди среднего возраста – 30-40 лет. У нас в течение последних 4-5 лет идет смещение эпидемии более взрослое население, то есть идет взросление инфекции. У нас значительно регистрируется рост в возрастной группе от 30 и выше, то есть если взять возраста, по 5 лет разбить, то самые высокие – это 40-44 года, почти в 5 раз идет рост заболеваемости. Спид сегодня не приговор. Благодаря лечению человек может жить долгие годы, работать, строить карьеру, в общем быть полноценным членом общества. И здесь очень важна ранняя диагностика и для лечения, и для того, чтобы человек невольно не стал разносчиком заразы. В нашем городе работает мобильный пункт профилактики, в котором любой человек может получить консультацию специалиста по ВИЧ-инфекции и пройти обследование экспресс-методом по слюне. Сначала заполняется добровольно информированное согласие на обследование, потом забирается биологический материал, и, соответственно, через 20 минут человек может прийти и получить свой результат. Еще одно направление работы – обучение врачей, работающих по непрофильным направлениям. Например, стоматологов. В стоматологической поликлинике номер 9 на улице Кошерникова по случаю Всесибирского дня профилактики ВИЧ работающим здесь сотрудникам рассказали о методах диагностики и борьбы с этим заболеванием. Ведь практика показывает, что часто заболевания спида можно выявить, в том числе по заболеваниям ротовой полости. Первостепенная задача наших докторов – помочь своевременно обратиться, тем самым в разы продляется жизнь и качество жизни непосредственно у больных, имеющих такое заболевание. Эти знания – гарантия здоровья как пациентов, так и самих врачей. А к мобильной лаборатории выстроилась целая очередь и желающих сдать анализы. В основном и сотрудников стоматологической поликлиники. На это обследование меня привело угрожающая опасность заражения спида на нашем приеме стоматолога, потому что очень повышенный процент заболеваемости, как оказывается, сейчас лекцию прослушали, очень стало страшно, очень интересно и очень доступно, то, что бесплатно, быстро, экспресс-метод, все не отходя от рабочего места практически. Всесибирский день профилактики ВИЧ не ограничится одним днем. Скорее, это просто очередная дата, дающая повод напомнить об этом заболевании и важность профилактики. А мероприятие проходит практически весь год. В ближайшее время борцы со СПИДом проведут интеллектуальные игры среди старшеклассников, после чего их мобильная лаборатория отправится по селам области. СПИД – очень серьезное заболевание и расслабляться врачам некогда, чтобы ситуация с заболеваемостью этой инфекцией не стала хуже.